Твой шанс, твоя судьба, твой шанс, и ты звезда. Ты с нами сцену покори, сейчас и навсегда. А мы продолжаем нашу программу. И на эту сцену я хочу пригласить театр песни «Синемагия». Для вас выступит Егор Мишин. Стендап про школу, родительский чад и наследие. Встречаем! Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Егор Мишин. Недавно мне порекомендовали задуматься о выступлении в новом для меня жанре. В жанре стендап. Я, конечно, серьезно задумался. Папа был настроен критически. Мне он сказал, что для этого нужна смелость, смекалка, чувство юмора, широкая эрудиция. А я ему ответил. Папа, так у меня все это есть! Но чем ближе к выступлению, тем меньше у меня становилось смекалки, эрудиции, куда-то подевалась моя смелость. А сегодня утром я понял, что из всего перечисленного у меня осталось столько чувства юмора. Сразу хочу предупредить, что мое чувство юмора – это именно мое чувство юмора. Не каждый его способен нацетить, когда я его проявляю. Но проявляю я его постоянно, потому что оно такое большое, что только прет от меня. А если оно меня все-таки покинет, то как же я смогу воспринимать учителей на уроках, воспитательные беседы родителей, которые проводятся ежедневно, ну, в конце концов, ладить с друзьями. Хотя все-таки на занятиях по боксу, наверное, смогу бы сдержаться. Там тренер нам своим чувство юмора демонстрирует. Но если оно меня все-таки покинет, то как же мне выжить в нашей школе? Моего умения боксировать, я бы не хватит для решения возникающих проблем. Итак, начнем. Однажды Мария Казимировна, наш классный руководитель, дала нам задание подготовить доклад по теме наследия. Как вам такая тема для четвертого класса? Что тут началось в родительских чатах? Моя мама, как всегда, забыла отключить звук уведомлений. И они сыпались так часто, что я мог бы под них танцевать мой любимый его. Да. Я откуда-то случайно вспомнил пароль от маминого телефона и решил одним глазком заглянуть, что там происходит. Из приличного. Одни пишут. Что это вы наше деньги считаете? Другие. А зачем такую глубокую тему в начальной школе давать? А третье. Спасибо за тему. Мы будем писать про нашу Ладу Гранту. Черт, другие про Ладу Гранту не писать. А потом начались споры, какая разница между наследием и наследством. И почему эти понятия люди путают? А почему их путают? Почему эти понятия путают? Как вы думаете? Давайте версии, версии. Мало наследия у нас в стране. Одну наследия. Возможно. Но речь не о родительских чатах. Утру на парте Вовке Афонина появилось вот такого. Размера, написанное черным цветом, плохое слово. Ну, очень плохое. Мне такие слова вслух пока не разрешают произносить. Конечно, Мария Академировна, увидев это слово, испытала культурный шок. Эти парты таким трудом достались нашему классу в начале сентября. И тут меня словно подбросило, я понял главный вопрос смысла жизни. Получается, перед нами жили предки. Тут нет вопроса. Жили перед нами предки. После нас будут жить потомки. Тут тоже нет вопроса. Потом потомки будут жить. Ну, вот главный вопрос. А кто тогда мы? Если мы живем здесь и сейчас, то мы тогда здеськи? Или сейчаски? Или, может быть, тутки? Почему в нашем языке нет слова, обозначающие наше поколение? Ведь так важно жить именно здесь и сейчас. Ведь мне больше никогда не исполнится 11 лет. Вы больше никогда не вернетесь в этот свой возраст. И никогда не вернете этот день. Каким бы он ни был, шансы повторить его не будет никогда. Да. Вот в чем вопрос. А плохое слово мы смыли. Эти парты были изготовлены умными людьми, которые тоже раньше учились в школе и знали, какие слова могут писать на партах. И как важно иметь возможность их сразу стирать. А после нас мы оставим чистое, помытое наследие для первоклассников, которые будут сидеть за нашими партами, листать наши учебники и учиться у нашей беспокойной Марии Казимировны. А мы будем идти дальше, делая новые ошибки, исправляя их, изучать культурное, оставленное нам культурное наследие предков, приумножать его и передавать его дальше своим потомкам. Всем хорошего дня! С вами был Егор Мишин!